Огни ночного города Фокина улицы преобразились различными светодиодными композициями, инсталляциями, гирляндами. Жители города оценили украшения улиц в вечернее время. Подробности далее. Программа по благоустройству фасадов продолжает работать в Приморском крае. В нашем городском округе эту программу взял под контроль глава городского округа Александр Баранов. По его инициативе в преддверии празднования Нового года в городе появилось немало новых светодиодных украшений. Особое внимание жителей и гостей города привлекли новые появившиеся светодиодные светящиеся фигуры на нескольких фасадах домов. Это, так сказать, задумка главы Александра Сергеевича. Он очень такой человек у нас, эстетичный, любит такое. Я говорю, ну что, надо вот это сделать. Будем тоже продолжать. Посмотрел, увидел в других городах и сказал, давай тоже сделаем такое. Теперь вдоль центральной улицы города бросаются в глаза яркие большие картины. Дельфин, скользящий по волнам, бравый отважный капитан и наполненный попутным ветром парусник. Вот три дома у нас в этом году, так сказать. Ну, это пилотный проект, как говорят сейчас. Посмотрим, если это красиво, гражданам будет нравиться. Ну что, еще будем украшать? Боже мой, это все во благо граждан. Электричество – это, значит, тоже городское содержание. Это не жители. Потому что жители сейчас спрашивают, это ОДН наше? Нет, это берется, значит, с уличного освещения, которое оплачивает муниципалитет. Программа по благоустройству города на данный момент продолжает работать. Администрация городского округа выполняет различные проекты. Развитие комфортной городской среды, благоустройство фасадов зданий, проект «Тысяча дворов» и другие. Все эти проекты в совокупности дают благоприятный облик нашему городу. Фокина преображается и приобретает вид ухоженного, уютного городка.